ребята всем привет всем привет как всегда рады вас видеть на нашем канале аня и рома вот сидим в нашем саду необитаемом видите как наша пальма не пальма береза или как ты мне фигус или фикус растет все четко аня сделала аквариум сейчас вам покажу какой для рыбок видите эти рыбки что мы наловили тогда еще живут по этот день ну короче такой аквариум мурчик только пробует вылавливать никак не может их поймать да не он их грызет достает рыбу одну грызет ее не ест только покусает покусает и бросает потом я иду где-то и наступаю ногой внутри не съел а что-то погрыз не съел короче отработал уже вечер и мы решили с аня немножко побухать не они побухать а немножко выпить у они обычная такое фруктовое вино от аня взяла себя на 11 оборотов они все наверное такое взяла себе вино короче обычная фруктовая болтовню как я говорю это просто обычная я себе взял вот такую болтовню вот мы себе в стаканы я себе налил сейчас они налью сейчас ребята камеры поставлю такой удобно короче сидим и отдыхаем балдеем бухаем не бухаем немножко выпиваем совсем разные вещи все ребята присоединяйтесь у нас сегодня дождь прошел на улице да дожди каждый день что идут вчера и сегодня давай вам нельзя за твои фигусы или фигусы за мои растения чтобы размножались росли хорошо чтоб не сглазить они и так ростут твои вазоны нормально растения понемногу растут да ребят у нас не было вообще ни одного растения у нас же ни одного не было да ни одного один был а сейчас сейчас вам покажу сколько сейчас вот у нас вот такие раз два три четыре там целый сад ботанический у меня было одно растение кот его так погрызть я уже думала на нее не выжил кстати мурчик вот так и вот так видите как отгрызает листик вот один листик второй то они сегодня на мурчика ругалась короче не рома открыл балкон а вот утром не его не покормил и решил за мои растения приняться и погрызть мне пальмовые листья это драцена мне погрызли листочки для меня это конечно страшно потому что выращивать хочется чтобы росло красиво то выезжал один растение он никогда-то погрыз листочки он так плохо рос рос а сейчас он разросся прям за лето и поэтому которые прям конечно лучше не допускать до этого есть скованные такие штуки продаются которые высокие такие полтора метра и на них можно ставить растения горшках вот я думаю в будущем такое прикупить чтобы было на высоте и чтоб кот не лазил аня ребята даже каждый день вот такой штукой опырскивают свои свой ботанический сад каждый день берет и вот так их опырскивает ну правда чтобы они росли они хорошо растут поднимается ты еще там до шкафа у меня еще два а там маленькие там я вам дам ребята все надо смотреть чтобы хоть чтобы росло или что-то было совсем надо смотреть ребят кто но новых подписчиков не забывайте подписывайтесь на анин кулинарный канал у нее есть называется на кухне с анютой вы если так напишите просто поиски youtube сразу первая она будет вы увидите куча рецептов хлеба да она кстати каждый день печет хлеб нам с вероникой мы с вероникой съедаем хлеб за как мухи вот так в три секунды домашних за час и булки хлеба нет я бы надо прям по две две булки выпекать день потому что ребенок очень прям хорошо кушает прям берет такой сломать просто есть поэтому очень быстро уходит можно сразу правильные выпекать конечно она выходит не сильно дешево но она того стоит потому что магазин и хлеб после того как ты печешь хлеб и кушаешь не хочется абсолютно магазинного хлеба кушать потому что домашних намного намного раз вкуснее да кстати ребята там еще многие кто пересматривает наши видео после моря и спрашивает там задают в комментариях цены там еще что-то то вот вам отвечаю отдельно отдельно недавно мы сняли видео где полностью рассказали цены от аду я просто посмотрите в плейлистах там есть отдельное видео мы с дома его сняли здесь и все все рассказали специально но ответы на вопрос пишите в комментарии комментарии но обязательно есть растения дома и какие растения хорошо принимается домашних условиях но в квартире которых можно покупать спокойно и его дома выращивать чтобы хорошо прям осенью я занесу растения домой в квартиру комнату но нас она не темная комната светлая поэтому думаю что все не будет хорошо расти поэтому какие еще можно развести растения спокойно чтобы можно купить в магазине чтобы хорошо принимались в дома в квартире там когда мультик наш хочет зайти сейчас сейчас ребята покажу нашу жизнь и сюда наш мультик не любит когда рома курит так противится сигарет так мультик подписчикам привет мультик но скажи привет скажи привет ребята он он сегодня стеснительный наш мультик да вот такой у нас красопед с на море с нами ездит и спит каждый день с нами да скажи муру хотя бы муртни с папой засыпает а вечером спит с мамой ездит и еда муртик ты к мамочке ходишь спать все время у нас ножках ляжет прям нас такое белое покрывало он там уляжется себе поудобнее и так спит прям как младенец это надо видеть просто мы боимся даже ногами двигаться бы кота не освободить так мило спит прям это надо просто вид когда так вот заснять на камеру так он спит и прям спит пока мы не проснемся он тоже спит как только мы с вероникой просыпаемся кот тоже сразу встает и уже идет на кухню понимает что я его буду кормить ну прям введем и силы так как вот обстановка такая вот обстановка интересно так ребят что ничего не говорили я курю на балконе потому что писали комментарии там курить дома ничего было на балконе тоже курить надо было на балконе балкон у нас открыт вот окно открыт открыт но надо подальше на растение не попадал потому что растения тоже не любят дым сигарет вообще самый лучший бросать курить вот я говорю можно же есть многие люди которые бросают курить вот какие способы можно применить для того чтобы бросить курить вот если человек улет с какого там сколько лет ты куришь скольки лет 14 14 лет во боже мой что так рано сейчас мне 33 кто тебе разрешил 14 лет прятался кто разрешил это 16 и 3 19 лет 19 лет курить все можно применить чтобы человек бросил курить есть же люди бросают курить прям и стаж и больше лет даже чем 19 но это надо как те кто уже бросал курить так долго то курил и бросил прям какие методы можно применять можно применять смотри ты кошку вы ломишь ты шпыли я с меня такой этот выпивалка как себя балерина да это мне очень нравится ребята за нас за вас подписчиков обязательно подписывайтесь мы будем вам снимать блоги блоги дай бог через год если все нормально то мы если все получится то поедем в Турцию либо в Египет там будем вам снимать наш отдых не египет точно нет там акула вот это людей а я пересмотрелась акул и теперь не хочется мне в Египте точно нет в Турции Египет ты сам акула что она там что там она будет в Турции нету она в Египте да разница там море там море шо они везде ну тогда если будет Турции тоже она туда доплывет он точно туда туда ет вариант Если они рисковать своей жизнью, тем более я жду поездки в море открыто и плавать, то я точно так, если буду знать, что там вон людей кушает. Это же Павла за сутки от этого водки. Ну так мы уже здесь, у нас в России. Так тут тоже были акулы? Да, там Роман, ну то я же возле этой водки. Рядом. Рядом, а там же женщина плавала так дальше от всего, прям, поэтому это же более опасно. И там же, видишь, водятся. Поэтому в опасные места ехать точно я не буду. Дожить надо до следующего года. Следующий год покажут, кто куда поедет, откуда кто знает, что завтра будет. Время покажет, куда ехать. Вот так мы и живем. Сейчас вам покажу, какая у нас погода с балкона. Там дождь прошел. Сейчас вам покажу. Дождик прошел. Асфальт, видите, еще немножко мокрый. У нас тишина, зелень. Вот мне очень нравится эта квартира, что здесь вообще, видите, с балкона тихо и чисто зелень. Вот каштаны растут. Правда, мы классно? Ну да. Живешь в лесу каком-то, да? Да, у нас, да. Дорога у нас далеко, мы вам показывали. Ну да, но мы далеко. Одним плохо, что далеко от школы живем. Мне приходится сейчас, когда начнется сентябрь, мне постоянно каждые вот в неделю пять дней подряд надо просыпаться в семь утра, ходить. Получается, полчаса меня занимает походка в школу с ребенка, потом обратно. И потом завести ребенка и так же самое провести потом. И каждый день я хожу вот так вот много. Для меня это ходить, носить рюмзаки, вот иногда даже бывают ноги со временем болят, почему-то, хоть я очень много хожу. Вот только у меня передышка, это три месяца каникул. А дальше у меня начнется каждый день вот так прям как по расписанию. Одно, другое. Школа завести, провести, потом уроки с ребенком. Там уроков бывает, задают очень много. И у нас вот так вот каждый день все прям по полкам все расписано. Это начнется сейчас через полтора месяца школьные дни. И все такое, уроки вот это. Но зато когда школа, у меня работа хорошо начинается. Сейчас работы мало, денег сейчас денег мало. Но когда осень, тогда у меня на работе, слава богу, хорошо с работой. Как бы так. Ну когда у кого-то плохо, какие-то трудности, например, с оплатой квартиры всего, люди не хотят идти на поступки. У нас была одна хозяйка, когда мы жили два года назад на другой квартире. Она постоянно, когда мы уезжали к себе домой на месяц, она нам постоянно делала скидку квартиры. Пол стоимости мы оплачивали. А когда мы же на этой квартире живем больше двух лет, и у нас были маленькие такие трудности, и мы обратились, чтобы хотя бы там помощь, нам, конечно же, отказали. Не захотели пойти, ну как сказать, на наступок, ну помочь один месяц. Поэтому очень, конечно, плохо, что люди никогда, не всегда хотят помогать или идти на уступки какие-то. Если, например, да, там, не знаю, может так у всех, но у нас просто, сколько мы снимали квартиры, были такие случаи, которые хозяева и шли на уступок, понимали, поддерживали. Такие вот случаи. А этот раз нас немножко расчаровал то, что человек не пошел на уступок, как-то, ну, не поддержал в трудный момент. Да, платим мы за квартиру, ребята, еще раз напоминаю, в Москве со старым ремонтом мы платим 28 тысяч, плюс коммунальные услуги примерно около 2 тысяч. Итоги квартиры у нас получаются 30 тысяч в месяц. Да. Ну, плюс-минус. Ну, у нас заложен 28 тысяч, как месяц квартиры. Ну, и нам хозяйка предложила, чтобы взять, если что, из залога, но его отдавать. Но если, например, трудности, как ты можешь его отдавать даже каждый месяц понемногу, если у тебя, например, нет возможности, например, там отдавать эту... Давай третью, за что третью пьем? Третью раз цокаемся, мы все вместе. А что мы третю раз цокаемся? Третью за понимание. А, за понимание. Если поддерживаете, конечно же, лайки, комментарии. Если вы считаете, так же. А, вкуснее вино? Так, я судьи. Что, не добро? Мартини вкуснее. Ну, мартини нынче очень дорогое. Да, мы раньше покупали мартини, ребята. Мартини мы покупали, когда она стоила 800 рублей литр. 900? Ну, до 900, да. Сейчас, как она стала больше 1000 рублей, мы уже его давно не покупаем. Уже оно 1200, 1300. Ну, в разных магазинах разно. В Ашане оно 1700 за литр. Да, в Ашане. А у нас в пятерочке 1100. Ну, даже 1100, это только можно на праздник позволить. В общем, ребята, надеемся, вам сегодняшнее видео наше понравилось. Вот. Не забывайте еще раз подписаться, лайк, комментарий. Всем, как всегда, до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Бухать и отдыхать. Випивать немножко. Пока.